Занимает ли Аллах место в пространстве с точки зрения шиитского вероубеждения? Нет. Согласно шиитскому учению, Всевышний не занимает пространство. Почему? Всё очень просто, крайне просто. Вот эта вот пространственность является особенностью и отличительной характеристикой тела. Что такое тело? Тело это то, что имеет объём, имеет длину, высоту и ширину. Это вот трёхмерность вот этого вот объекта и называется телесность. Да, это и есть тело. Но Всевышний Аллах не является телесным, Он не обладает телом. Почему? Потому что телесность является сотворённым. Тело, любое тело, оно сотворено, оно является творением Аллаха. Аллах не является телесным, Он не является сотворённым. Он является творцом тела, является творцом объёма, является творцом джисма. И сам телесным не является. Естественно, совершенно очевидно, что пространство Всевышний не занимает. Почему? Потому что телом не обладает. Он не телесен. Не обладает объемом. Но при этом мы не можем сказать, что Всевышний где-то не находится. И здесь очень правильно проводить параллель со временем. Обратите внимание, мы говорим, что Всевышний не ограничен временем. Почему? Потому что время – это мера движения. Всевышний не находится в движении. Он совершенен из извечности и до-послевечности. И его совершенство совершенно неизменно. И поэтому он не находится в рамках времени. Он вне времени. Он творец движения Всевышний. Но при этом мы не можем сказать, что когда-то Всевышнего не было. Правильно? Почему? Потому что если мы скажем, что Всевышнего когда-то не было, мы ограничим Бога. А ограниченность – это особенность и характеристика творения, а не Творца. И точно так же и с пространством. Мы говорим, что Всевышний не ограничен пространством. Он не является телесным, чтобы занимать пространство. Но мы не можем сказать, что его где-то нет. Ибо это ограничение Творца, который является безграничным. Чтобы было более понятно, проводите аналогию со временем. Мы не можем сказать, что когда-то Всевышнего не было и что его когда-то не будет. Это означало бы, что у него есть начало и конец. И точно так же и с пространством. Мы не можем сказать, что где-то Всевышнего нет. Ибо это ограничение Всевышнего. Это ограничивает Всевышнего. Это означало бы, что он не считая ограничена. Его бытие, его существование ограничено. Поэтому да, мы говорим, что Всевышний бестелесный, и так как следствие не занимает пространство. Но при этом мы не можем сказать, что его где-то нет.